Привет, меня зовут Любовь и квалификация МАДТ-1, Украина, город Днепр. Выпала мне возможность рассказать о своих граблях. У меня, конечно, их было много, но расскажу о самых таких вот для меня запоминающихся. Первое – это Инстаграм. Я думаю, что у многих, конечно, тоже была эта проблема. Вот когда вы не умели снимать истории, казалось, что то, что вы делаете, это максимально глупо. Вот у меня точно так же было. И заходила я в Инстаграм, снимала бумеранги, фотографии, просто выставляла с продуктом. И когда я сняла в очередной момент, в очередной раз stories с блокнотом на ногах и рассказывала о продукте и о бизнесе, и приглашала людей в бизнес, снимая просто блокнот, мне наставник мой пишет, Любаш, ну так ты бизнес продаешь или все-таки блокнот свой? И, конечно, перемкнула меня, я поняла, что так делать не нужно. Вот. Это первая грабля, так сказать, моя. Вторая – это принятие решения за людей. То есть я не хотела звать людей в команду. Мне казалось, что этому не нужно, этот хорошо зарабатывает, у того нет времени. То есть просто сканировала человека и понимала, что это не тот человек, который нужен мне в команде. Вот. Но когда я пришла, эта история, когда я пришла к мастеру маникюра впервые, она примерно понимала, чем я занимаюсь, то есть потому что у нас в городе нет лидера выше меня. Вот. И… Я пришла, я сделала такую маленькую хитрость, может быть, кому-то будет полезно. Я пришла с пакетами в руках, когда у нас осенью была детокс-марафон. Я пришла с пакетами, розовые классные пакеты. И она говорит, ой, а что у тебя в пакете? Я говорю, ой, это там клиентам отдать. То есть я могла клиентам отдать заказы гораздо раньше, потому что они были у меня по пути. Но я просто взяла пакеты с собой, потому что, конечно же, в голове у меня была цель просто ей предложить продукт, не бизнес. И мы разговорились, я рассказала о продукте, рассказала о бизнесе. И этот человек сейчас моя звезда. Вот. Ну и третье грабли – это еда. Не знаю, как у кого, но у меня было принятие в голове то, что это химия, это порошок. И как я могу это продавать? То есть мне было очень стыдно вообще говорить о коктейлях, потому что я пришла на волосы, вылечила волосы, все классно, волосы вылечила. Зачем мне порошки? Худая я и так, в принципе, мне не нужно худеть. Но в очередной момент, когда моя знакомая говорит, что я хочу похудеть, я говорю, слушай, так у меня же есть коктейли. Она говорит, ой, да нет, я же поправлюсь потом. Я говорю, ну да. И поняла, что мне нужно просто разбираться с этим продуктом. Я посмотрела видео Александра Казаченко. Благодарю вас. И после этого, конечно, я начала употреблять коктейль. Вот так. Спасибо.